Итак, я тут убрал кое-что. Ну, телефон не стал убирать. Вдруг ей надо единомышленник? Ну, адрес убрал, как-то неудобно. Смотрите, письмо пришло только-только, но не мог не вставить. Мне вот так вот каждый раз портят мне вебинары. Только за эту тему все разложил, уже буквально каждое слово взвесил. Нет. Уважаемый Олег Костинович, хочу заказать червяки абрикосов в количестве 10 штук. Сейчас поймете я к чему. Зашло сеянцы около 50, перезимовали 34, следующую зиму 17, все погибали от разрыва корневой шейки. А это у нас, по-моему, перми. Ага, перми. Вот. И почему? Ну, снега там, конечно, побольше. И все-таки, если бы посажено было все как надо, мы не должны боли разорвать. Ну, хорошо. Давайте смотреть результат. Прошло, наверное, 2 или 3 года. Почему 3, наверное? Почему же Серафим в этом году первый раз свел? Ну, а пылителя нет. Значит, или на третий год зацвел? Скорее всего, на третий. Далее. Что такое 17 штук? Давайте вспомним школьную арифметику. Что такое 17 штук? Если им зашло 50, ну, обычно сколько берут? Ну, например, было 60. Я не успел уточнить, некогда. В 60 это она потратила полторы тысячи рублей, 1500 рублей. Так. Теперь. Получилось 17. Например, она у меня купит сажен, эти черенков, 10 штук. Это еще 1500 рублей. Итого 3. Можно считать, разорилось. На 17 деревьев, на все абрикосовых, это уже сад. А ей еще и персик подавают. Значит, сад будет. И абрикосовый. Ну, с одного веточки персика можно 2-3 прививки сделать. Вот. Ну, значит, 17 будет, допустим, 15 плюс 2. Ну, сад, настоящий сад. Например, пойдет 10. И уже потом унижение сейчас страшно не будет, отбор произведен. Так. 10. А 7, например, ну, не проснулись. Мертвые веточки. Так бывает, прививки мертвые. Но тогда их лучше всего, это я ей советую Марине, не трогать. Вот. Второй раз не прививать, оставить как есть. У нее будут плоды от 20 до 30, иногда 40 грамм. Если повезет. Прививки тоже, даже мертвые, прививки тоже влияют. Вот. Крупноплодные. Ведь вы же будете заказывать. Сами пишите. Где-то у вас был, по-моему, Королевский, да? Где-то, 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 где-то. Ага, хотелось иметь Королевский. Так вот. Естественно, что эти 7 вам дадут 10 привитых. 7, если не пойдут. Я беру цифры для новичков. Так. Тогда они дадут вам соки, компот и варенье. Вам и полдеревни. Вот так. Учитывая, какие они дают в рожае. Тем более, в Перми это нормально. В Перми это вам нет. Они не на риск. И вот получается, что оправдаются эти 3 тысячи или нет. Значит, если им пошел 3 года. Если 2. Ну тогда, когда успел. Ферафим не мог на 2-й год заплодоносить. Может, но это очень редко. 3-й год. Тогда им, наверное, 3 года. 3. Прививки заплодоносят через год. Ну, в 2021 году. В 2021 году. 3-го. 21-го века. В 21-м году вы попробуете 1-го абрикоса. В 22-м. Вы уже найдитесь и выйдете в плюс. То есть, ваши расходы окупятся. Вот так. Вот это вот письмо пришло по почте. Здравствуйте, Валерий Константинович. Мария Георгиевна. Я бывшая медсестра на пенсии. Люблю сад. В общем, 60 соток. Ну, это даже больше у меня сейчас. Вот. Сажаю вдоль и поперек. Кругом у нас сады заброшены. Джунгли превратились. Раньше был у нас плодопитомник. Плодоягодный совхоз. Представляете? Росли яблони, груши, вишни, свародины, марина, клубника. Был завод консервный. Представляете, все это было. Затем переделали новинный. А сейчас завод разобрали по кирпичкам. Вот это и есть перестройка. Здравствуйте. Это вся эта сволочь, которая грамила страну. Знаете, чтобы заработать один рубль и сотни, надо было завод обанкротить. Любой. Не этот. Так делали везде. Что-то ворвать себе. Ну, каждый сотый рубль. А все остальное на ветер. Все на ветер. Все на металлом. Все ржавело. Все, все, все. И нищета, и безработица. В общем, вот это все было. Вот вам результат. Вот. Но у меня немножко другое. Меня вот это вот угнетает. Знаете, какая картина? Вот еще даже когда он был. Был плодоягодный совхоз. Был завод. Значит, были фрукты, овощи. Ой, фрукты были. Откуда бы он консервы делали бы. Я-то вспоминаю, что у нас на ветер был забит трех-треугольник банками. Яблоня, сливовая, и правда, эти самые, и томаты. То есть, помидорный сок, томатный сок. Вот это было. Видимо, один из таких заводов. А потом раз все исчезло, и не просто исчезло, как будто люди разучились работать. Тогда надо было, там были специалисты, были. Вот. Вот так как Макаров. Они потянули, значит. Да и у людей денег не было. Ничего невозможно вырастить, если продать не можешь. Вот. Это я сейчас испытываю. То же самое, как все. Вот. Имея уникальные вещи, которые должны продаваться не по 25 рублей, а по 25 долларов. Вот. И это еще осердно должна быть, только как-то доллары не водятся у людей. Я вас выписывал кусочки абрикосов, сливы, вишни. Половина из них, видите, опять. Специально письмо вот это оставил. Половина из них прижились, а половина не сберегла от жары и мышей. Но это боль такая, я уже не раз про мышей рассказывал. Так. Деревья растут третью зиму. По вашему методу, полсантиметра. Наш человек. Если все будет хорошо, видео отправлю. Мне хочется также приобрести, вот почему я письмо разместил. Александр Петрович, иракальный виноград. В общем, заказал 27. Ни ответа, ни привета. Очень переживает. Вот я охватился. У меня связи уже нет с ним. Несколько лет назад. Тоже много лет, совсем прошло, как мы вместе проводили вебинары. Вот. После у меня старой, не старая, ну, в общем, исчезла, компьютерные проблемы, связи нет. Рыкалина, чтобы найти ее, наверное, его легко найти по интернету, только набрать его. Вот. Ну, получается, что он не отвечает, болеет, здоров, ничего не знаю. Вот. Я единственное, знаете, почему я ваше письмо здесь разместил? Вот. Ну, допустим, он не может, раз, или не хочет, два. В любом случае, я считаю, что вот это было бы для вас. Это даже ближе. Краснодарский край далеко от вас. А тут, на лошадях когда-то ездили. Калужская область и ваш Пермский край. В общем, поняли, да? Или продолжайте искать, ну, звонить, писать. Вот. Раз он вам обещал. Вот. Или, вот вам, Алексей Иванович, больше ничем помочь не могу. Вот. Ну, как сказать, и хорошего, и плохого. Вот, значит, Ксенофонда, он сделал такую вещь, он мне присал черенки и от ноги Татьяны Александровны, всего уникального сада, единственного на планете, да? Вот. Я его называю Колдовской. Вот. Он мне присал несколько десятков фотографий, но оставляю до следующего раза. То есть, ближайшие вебинары 2-3, я обязательно вас познакомлю. И с его садом, вот видите, что он пишет. Я перевел этот сорт, ему 30 лет, и облаки всем нравятся, повышение ежегодное, не подмерзает, плоды крупные, десертный вкус, и так далее. И вот получается, что он сам по себе хороший садоват, и он сохранил наследие уже, к сожалению, покойной моей подруги, Татьяны Александровны. Так? Вот. И за то, и за то его благодарен. Так, надеюсь, нас слышит еще Ирина Александровна, теперь я с ней поделюсь, если что, потому что на то ей это, она заканчивается, не ждет, пусть занимается. Вот. Так, теперь получается, что раз он сделал такой шикарный подарок, я пишу, жду от вас заказ. Он мне человеки, и я ему человеки. Вот. Мои будут, как минимум, не хуже, поэтому я в ответ жду от вас заказ, я не люблю быть должным. Вот. И еще тут есть, я всегда цепляюсь за что угодно. Росла более 30 лет, смотрите, предполагаемый сорт Бюрфер Китайки давно больше 60 лет. Ну, Бюрфер Китайки это произведение Мичурина, может, сразу от него к нему и попало, кто знает. Так, может, правда Бюрфер? Росла больше 30 лет, потом я загубил, сложив неподалеку от ягвы кучу плохо переплевшего навоза. Может, от этого, может, нет, но мотайте на ус. Плохо переплевшего навоза близко к саду не подвозить, в любом случае. Вот. Еще раз спасибо, Владимир, еще раз вас благодарю и жду от вас встречный заказ. Так, идем дальше. Вот эти вот письма, они мне все переведут. Еще я вам покажу. Вот это вот Урал, да, нашелся человек Николай Александрович, который является, Николай Александров, который, видите, вот его электронный адрес, пожалуйста, общайтесь. Я так думаю, он открыт для общения. Так вот, значит, он, как бы назвать-то, наверное, поэтом можно назвать, Уралом, можно назвать его патриотом Урала. Видите, Челябинский врач абрикос из косточек. Да, именно из косточек. Нагуманов, Петерин, Южноуральский, Сергеев. Географию можно расширить, но суть в другом. На Урале успешно растет абрикос. В девятнадцатом году я не знал, куда одевать плоды. В двух деревьев стало больше пяти полноценных ведра абрикос. Косточки раздал и так далее. Люди довольны. Так вот, значит, Урал, Урал-Розин. Это, к слову, учебный фильм. Вот, как мне рассказывали, есть места, ну, принцип тоже, на конце деревьев, на одном все растет, на другом все заберет. И действительно, есть такие места, есть места, ветреные, есть места, где каждый год собирается мороз, какой-то специальный морозный воздух холоднющий собирается в определенных местах. Там труднее вырасти, там много заберет. И там же есть благоприятные места. Вот это хотел отметить. То есть, надо, во-первых, искать, надо разбираться в этом деле. Конечно, когда человек уже 20 лет там живет или купил дачу, дом, рассчитывая только на исходя из цены по карману, а потом выясняется, что там очень трудно что-то вырастить. И так может быть. Урал, он, не забывайте, это горы. Он есть не обязательно эти крутые горы, как на Альбрусе, но он, как бы сказать, кучи горы, так можно сказать. Вот. Так вот, значит, там соединились два материка, с грохотом врезались друг к другу, Европа с Азией. И там такое получилось, но там очень много благодатных мест. Очень много. Я про, допустим, буду говорить про Челябинскую область, частично про Свердловскую. Вот. Значит, чуть шире, если брать, туда-сюда, вспоминайте, что прилегает. вот, то же самое Запада, где там у нас. Пермь. В общем, ладно, я не буду вас знакомить с этой, со своей, со моей географией. Наверное, это он и есть. Так. Александров. Он прислал много фотографий, я вам их обязательно покажу. Но они пошли, мне их с трудом мне помогли, я как-то в одну кучу собрал. Теперь я гадал, который же из них Александров. Вот. Надеюсь, надеюсь, что не ошибся, вот он такой. Вот его, кстати, подносящий абрикос. Я покажу много фотографий, но это уже в следующий раз. Сегодня я просто хотел его сказать, что да, вы заступились за Урал, вы даже знаете, что на Урале много замечательных садоводов. Вот. Я себя Петелина лично знаю, Сергея лично знаю, общался с ними, ровался с кем-то, прям, семинары проводил. А вот Нагуманов, пожалуйста, наверное, он не хуже Петелина Сергеева, но я его не знаю. Обидно. Ладно. Валерий Косин, здравствуйте. Вот. Это очень тяжелый вопрос. У меня участок, и в то же время не тяжелый, участок, 50-х, это Красноярска. Почва 40 сантиметров плодородный суглинок. Плодородный суглинок. Потом идет очень плотно глина, потом не очень плотно. Организм воды 12 метров. Можно ли в таких условиях пытаться выращивать абрикос-грушу с их сержимым корнем? У меня два красноярских абрикоса двухлетний, и один ваш осенью посадил. Чего мне больше бояться? Выпривание или вымерзание? Красноярске первую зиму вымерзли по уровню снега. Ну, вот видите, с этого и началось. Вот. Теперь давайте несколько вопросов мы будем начнем с последнего. Итак, Красноярске вымерзли по уровню снега. Вы где в Красноярске видели сады абрикосовые? Кто вам продал эти два саженца? А ну, кто? Вы же в Красноярске. Вы видите, что этих самых. На рынках их там тысячи, десятки тысяч. Там все забито ими. Ну, сейчас преобладают молдавские. Вот. Но, если вы помните эту географию, то Молтавия немножко южнее Красноярска. Так? Вот. Я шутя говорю немножко. продают еще эти интернет-магазины. Ну, а как они не вымерзли? Это очень хорошо парень снега. Не было бы снега, они вообще... Где в Красноярске этот питомник? Вот я потом ловлю вас за язык. Пожалуйста, вы мне потом отдельно расскажите, откуда вы взяли их. Мне зло берет, потому что я уже показывал Красноярске эти холтурщиков, предателей и этих, и мошенников. Вот. Чего вам не вымерзли? Теперь. Так, ну, про мой пока молчат. А, не мой, а ваш. Ну, наверное, Сергей. Слава Богу, что живой. Ну, надеюсь, что в этом году и мороза-то не было. Теперь. Можно ли выращивать снизу-вверх идем абрикос, грушу, стержим корнем на 12 метрах до воды? Да не можно, а нужно. Ну, у меня 5-6 метров. Это часть сада. И 12 метров как раз выше там. Выше, выше, выше. Вот. Там скважина пробурена, там 12 метров до воды. Само то. То есть бояться не надо выращивать. А теперь насчет почвы. Вы описали мою почву. Если у меня плодоносец, куда она денется и у вас. Почему? Я не просто говорю так с кондачка. Знаете, как когда щеки надувают таким видом, кто-то скажет нет, ого, кто-то скажет ой, не, вы что, ой, плотная глина. Я для вас приготовил. Смотрим сюда. Даже подробнее не хочу. Вот он, глина. Вот он, глина. Вот он еще. Смотрите. Вот так развиваются растения. Вот. Видели, да? Все. Ответ на вопрос. Это есть без этих. Без как бы сказать, без долгой. Ну, разговор уже был. Вспомните дядю Ваню. Вот. И теперь раз я вот здесь оказался, да, я сейчас еще остановлюсь. Я специально хорошо, чуть не проскочил. Итак, чем мне нравится опыт, знания, свой личный опыт Алексея Ивановича Макарова. Посмотрите, когда-то мы с вами смотрели этот, я не знаю, спал, фильм здесь ваде, да, 67 сантиметров до воды, посадил, он умер, он опять посадил, снова погиб, третий раз посадил, и показывает, учит нас, давайте еще раз посадим, и садит четвертый раз в одно и то же место, и говорит, да, три раза здесь погибло. Вот. Каков у нас это самое, Алексей Иванович, вроде бы то же самое, но не то, Алексей Иванович рассказывает мне так, посадил саженец, ну где-то, прекрасно, видели, прекрасный сад, а где-то взял и не этот, он взял тогда, подумал, а с чем же причина, и посадил другой сорт, или даже другой вид, он у нее тоже умер, тогда он посадил еще раз, ему все-таки надо было знать, это уже, так сказать, не тупая работа, а наоборот, творческая работа, а все-таки, найду ли я, может быть, после абрикоса сливу, может, после яблони, грушу, в общем, подробности я не знаю, но знаю одно, третья попытка, опять мертвая, и тогда он сказал себе, это место не годится для дерева, я это, я это, я с вам уже плесил, с этими гепатогенными зонами, я до сих пор не знаю, не знаю, сейчас мы чуть расширим эту тему, вот, почему государство молчит, почему наука молчит, а теперь вернемся к этому же, вот, когда, вот здесь вот, я, зачем, я слово линза, глиняная линза, знаю, несколько десятков лет, откуда, понятия не имею, я одно знаю, под землей может быть настоящее озеро, откуда оно берется, почему вода не проваливается дальше, или не уплывает в бок, в сторону речки, а потому, что не пропускает, глина, плотная глина, не пропускает, твердая самая, влагу, и она прошел дождь, она накапливается и стоит уже, как, конечно, это просто, как губка, но сильно насыщенная губка, у, такая, вот, и туда, корни там намокают, и дерево погибает, вот, а она достаточно далеко, допустим, ну, вот дерево садили, ну, полметра выкопали ямку, ну, кто-то самый упрямый метр, она еще глубже, и все равно корни упираются, вот, вы же не зря упомянули, именно груши, именно абрикос, это, я всегда говорил, они самые вредные, и вымокают, и погибают, а мы не видим, так же, не видим, вот, и получается так, что когда, мы с вами, вот, возвращаюсь, видите, 12 метров, и здесь же рядом, вот, вот она, глиняная линза, линза, это еще называют замок, еще это, глиняный замок, то есть, можно оказаться здесь, что, вот тут вот рядом, в нескольких метрах, 12 метров, линза, а вот здесь вот, где, видите, тут ее помощи глины, а здесь вот, она нарисована, стрелками, и она именно, вот такую, пришельную форму может иметь, что там целое озеро, и раз, тут гибнет, тут не гибнет, тут гибнет, тут не гибнет, тут гибнет, там не гибнет, там гибнет, тут не гибнет, вы поняли, о чем речь. Мы не эти, не, как их называть, не локаторы, и мы с вами не рентген. Мы не видим, что под землей творится. Вначале посадили, потом узнаем, что может помочь правильно рамка. Но об этом речь ниже, потому что опять же пришло письмо. Вот так все переплетено. Ну, вы саму идею поняли, да? Вот. И вот что бывает под землей. У вас еще ладно. У вас там, как вы там, глина, потом плотная глина, потом поменьше. Все, проехали. Ну, саму идею вы поняли. Ну, это ж новичков долго, а вот там старые волки уже. Второй год терпит у меня. Фух. Теперь опять следующее письмо. Максименко. Прошу взглянуть на мой заказ. Если нет возражения, укажите сумму, перейду на карту Сбербанка. И вот он мне пишет. Почему? Потому что не успел тот, нет. Уже устарел тот самый на моем сайте, тот самый каталог. Недавно менял. Черешний нет. Так. Манжурского гибридного нет. Ну, есть только там, кому пообещал. Немножко, несколько десятков. И абрикоса Манжурского нет уже давно. Я вот это отразил, хотя я не думал. Я ради вот этого вам письма показывал. Человек, с которым я работаю, в прошлом году получил от вас пророщенные косточки абрикосов. Это реальная или отдельная услуга? Вот. Никакой отдельной услуги. Я когда... Уже все сливы застретифицированы. Часть косточки. То есть уже они завернуты в пакетики по 10 штук. Замотаны, подписаны. Лежат в холодильнике в банках. Также герметичные. Так ждут, когда вы их закажете. Главное, чтобы получил вот так. Смотрите. Вот так должен получать. Именно в этот момент, если так совпало, что на улице апрель, солнышко светит, прогрелась земля, и вы садите, все взойдут. Все. Вот. Я не халтушек. Но, к сожалению, могут прийти. Еще ни одна даже не проклюнулась. Храните дальше, как я в холодильнике. Раз. Вот. А если зашли вот так, а еще на улице. Раз. Как у нас бывает? Апрель. Бах, снег выпал. Жди, пока растает. Вроде бы и лето. Не лето, но и не зима. И опять. Жди, пока эти полметра растают. А время идет. Они дальше продолжают лезть эти. Прямо лезут наглую. Даже вот так лежат и лезут. Прямо вот так вот. На скатерке. Значит, тогда уже в баночке. Не в баночке, а в эти. Горшочки. Но это уже другая песня. Мы ее проходили. Хух. Вот это объяснил. Абрикосы начинают сальфицировать буквально через несколько дней. Пока высылают сухими. Все. Подгадываю под средний результат. А там кого-то чуть раньше, а кого-то чуть позже. Так. Видимо, сеянца, может, номер пять. Вырастил деревья. Дождался первого плодоношения. Плоды съедобные. Внимание! Человек дождался. Казалось бы, ну что еще надо? Читаю внимательно. Пусть это дерево заболело. Скорее всего, из-за выполненного совета, вот бы руки оборвать, обвязать ствол тряпкой с мощностью растительного масла. Вот. А я в таких случаях говорю, берете тряпку с растительным маслом и себе на руку и на ногу. Вот, пожалуйста. Дерево выпрял, пошла порция. Вот это вот. Спасибо вам, Владимир, за... Вы, пожалуйста, не обижайтесь, что я выставил как бы вас на весь свет. Ну, у нас Владимир Васильев в стране... Это... Владимиров несколько миллионов. И Васильев их несколько миллионов. Я не думаю, что это... Просто это... Можно было написать Иванов. Но вы спросили конкретный совет. Я вынужден был вас фамилию выставить на всеобщее обозрение. Почему? Потому что у вас пошла поросль. Что делать дальше? А дальше я так понял. Я понял. Что? Вот это вот, видимо, это и есть абрикос, который вот спилили у земли. Ох, живучь, да? Ох, живучь. Вот попробуйте его уничтожить. Замучитесь. А его... Знаете, как уничтожают? Правильно? Его гноят, гноят. Вот так. А вот это вот зима. Если я ошибся, Владимир, там фотографий больше было. Но я под эту тему выбрал вот эти две. Наверное, это. Или это, или это, или это одно и то же. Итак, что дальше делать? Фух. Можно не трогать. Это самый лучший вариант. Потому что нехай себе растет. Вот. Тем более, что он уже плодоносил. И пусть его плодоносит. Он займет много места. Он еще шире расползется. И раскинется так. Вот. Как песня раскинулась в море широко. Вот. Представляете ли это, как он выглядит? А если еще на нем будут плоды? Ой. Что тут будет? Второй вариант. Взять. Выбрать. Самые мощные. Их даже можно выпилить. Вот. Вот. Я вижу. Вот. Самые мощные. Так. А. Тут вот еще одна такая. Оставить ее. Выпилить. Если вы решитесь обрезать. Вот. Мне там саму надо тогда язык отрезать. Вот так. Целиком вырезать нельзя. Погубите дерево. Оставить вот такой пенечек. Тут. 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 Вот это останется уже более-менее на дерево. Похожее дерево. Так. Но тут уж лучше ничего не трогать. Вот это. Не трогать. Не трогать. Не трогать. Не трогать. Вот эти две раз. И вот эти две два. Вот. Ну тут их три. Вот. Это второй вариант. Решать вам. Получится вполне приличное дерево. Которое будет больше солнца. Вот. Она затеняется. Да. Но. Знаете. Вот это затенение. Я никогда не боюсь. Почему? Абрикосов придет год-два. И вот эти все ветки станут голыми. Голыми. Не потому что. Просто. Они так устроены. Поэтому нет в природе колонидных абрикосов. Вас дурят так, как могут. Нарисуют. Это фирма Беккер. Эти мошенники. И пожалуйста. Нарисованные можете кушать. А натуральные никогда не сли. И так повторяю. Не трогать. Вот. Или пока он молод еще. Вот так оставляя пенечки. Они будут дальше загущаться. Раз их целиком не вырезаем. Они тут и тут пойдет. Тут пойдет. Но уже получится не такая. Все-таки. Вот. Или не трогать. Или вот еще раз. Вот эти вот отрезать. А вот эти вот уже оставить как есть. Пусть у тебя сколько стволов. Но уже дальше-то. Еще бы вот это отрезать. То отрезать. И делать уже чистое дерево. Я бы не стал рисковать. Все-таки много ран. Вот вам два варианта. А дальше делать что хотите. Я, кстати, если земли хватает, я бы не трогал. Так. Вот интересный вопрос, да? Так. Здравствуйте. Валерий Константинович. Хотел бы получить от вас совет. На предмет. Что лучше посидеть около дома. Мальчурский абрикос или жирдели? Вы знаете. Я в таких случаях сразу вспоминаю этот мультик. Тебе чего больше? Сосиски или... Котлеты. И того побольше, и того побольше. Так вот посадите и мальчурский абрикос побольше, и жирдели побольше. Вот. Разницы принципиальной здесь нету. Разница только в том, не сильно ли вы на юге живете. Или не сильно ли вы на севере живете. Жирдели ближе... Лучше бы пойдут на юг, и абрикосы мальчурские лучше бы пошли на севере. Или как вот, допустим, помните, мы упоминали, Пермский край. Или даже вот по это самое, там, Калугу. Вот. Это для меня все, как сказать, середина Руси. То есть и то можно, и то можно. А если все-таки к югу, то жирдели, абрикосы. Если севере, то абрикосы. Вот принцип. Так, сам принцип. Теперь. Речь идет о улице, на которой стоит мой дом. Я уже соседей убедил посадить по всей улице абрикосы. Место всем остачертевших тополей. Вы, какой вы. Замечательный человек. Сектор у нас частый. Точнее, речь не о садах при домах, а о посадке вдоль дороги. Коски ваши получил. Спасибо. Сказали бы раньше, я бы вам еще скидку сделал. Я люблю таких людей, которые... Вот смотрите, сейчас еще я специально здесь вставляю о том письмо. Мы будем говорить на эту тему обязательно. Сегодня я с вами разговаривал по телефону Жантимир из Кабарды. Значит, ну, он мне заказал черенки. Он у меня до этого заказывал косточки. Обычно такой же самый случай. И я зацепился на слово Кабарда. Кабарда это... Как только он сказал, что есть Кабарды, да? Я сразу... О, Жантимир, ну, я был у вас. Там несколько зим я зимовал. Ну, так судьба сложилась. Родня там, город Майский. Рядом с Жантимиром. Может, там несколько десятков-то и километров. От того места. Ну, что я запомнил? Очень плохая зима. Для человека. Он говорит, да, тоже плохая зима. Ой, как представь... Я говорю, там, наверное, там лютуют насекомые, грибы. Он говорит, да, Жантимир, еще как лютуют. Вот, я говорю, вот, а у нас все-таки есть свои преимущества. Вот по... В самом верху, помните, как этот Курдюмон написал? Лавас рай, вообще слово братцы там было, когда он это в книге написал. Лавас рай в Сибири. Наш рай заключается в том, вопрос, кто раньше погибнет. Вот, смотрите. У нас, когда... Это касается вот и Корникова письма, и его тоже. У нас, когда, например, случается вот теперь, а все-таки у нас Сибирь крутая, это, как это называется, резко кондитальный климат, да? Вот, но вот теперь все равно бывает. Мы сразу начинаем болеть. Ну, это по всей стране. И вдруг выясняется, все одинаково. Как люди болеют, как обычно грипп, знаете. Вот, посреди зимы бах, потепление. Все болеют. А значит, и деревья болеют. И люди болеют. Так. Вот. Потом раз у него, вы в разговоре, слышу от него, что у него в 12-м году было минус 30. А Кабарда, вы знаете, что такое серное? Я когда-то был, я снега вообще не видел. И вдруг минус 30. Вопрос, да, он после этого, говорит, единственный год, кстати, прежде, теперь вам я даже слышать. Вот. В 12-м году при минус 30-ти у него, видимо, была массовая гибель всех вредителей. То есть для меня Мороз – это санитар. Вот. У нас в Сибири мы крепкие. В Сибири считается, мы мало болеем, боимся оттепели. Деревья – то есть так же. Вопрос только, кто раньше погибнет. Вредители деревьев или сами деревья? Вот. А надо, чтобы уже Мороз такой, что вредители погибли. Листья чистые, как он рассказывал про этот год. Вот. Никаких болезней нет. Насекомых нет этих. Мушек и прочих этих. Не мучишься. Росы ничего. Так. Ничего этого нету. А надо, чтобы деревья были живы. Вот чем Сибирь-то хороша. Ну, не знаю. Сейчас у нас зимы не было. Минус 10, минус 20. Это для нас такая теплая зима, что говорить страшно. Что будет, мы не знаем. И вот, получается, к чему я это говорю. Когда во время разговора я ему напомнил. Говорю, а у вас? Я сам свидетель. Мы едем 100 километров. Сейчас 100 километров. Доль дороги. Доль дороги в диком мире растут грецкие орехи. Ну, он еще в дебиле добавил еще и черные орехи. Вот. Ну, правда, оказывается, еще и плохо плодоносят. Там, оказывается, не так все просто. Вот это же самое, допустим, мою всю вишню я здесь наблюдал. У нас их плюют где угодно, они вырастают. Это такая же зараза, которую можно садить вдоль дорог. Абрикосы Украина, да, вдоль дорог. Вот те, которые называются жердели. Тоже здорово. Поэтому мне нравится затея Алексея Корникова. Я надеюсь, что, может быть, когда-нибудь, много чем занимается у нас, молодежь, люди, которые не знают, куда деньги девать, лопаются от жиру, морды не пролазят там в двери. Вот. Автомобили в обычной сесть не могут, живот мешает. Вот. Сколько можно было бы в стране сделать добра, если бы так вот садили вдоль дорог. Именно поэтому я вот это вот Алексея Корникова жму руку. Вот. Если еще закажете у меня косточки именно вы, именно для этого я вам за полцены придам. Это все, что могу для вас сделать. Именно для улицы. А почему, с чего началось, моя это все. Когда-то я лет 12 не был на Украине. А ездил только по грустным делам на похороны. И вот, а там Шароченная улица, деревня Змеевка. Сейчас это там уже некому ехать, но было время, полдеревни было. Ну, грубо, не образно говоря. И вот Шароченная улица. Пустая, огромная Шароченная. Настолько расточительно. И где-то лет через 12 приезжаю, улица вся в три ряда засажена. Улица. Грецкими орехами. А эти грецкие орехи напротив. То есть, сэкономили. Сэкономили. Внутри не садили. Садили с той стороны забора, где улица. Но считалось, что это конкретно. А улица длинная нескольких километров. И на эти несколько километров сотни, если не тысячи грецких орехов. Они выросли, начали плодоносить, пока им не было. И каждому ближайшему дому они принадлежали. Здорово! Вот это я хотел сказать. Мы могли бы вообще все равно сделать этими садами. Но для этого у нас не хватает в одних денег, у нас с вами, а у других, сами знаете. А дальше говорить грустно. Пойдем дальше. Дмитрий Мовчан. Можете ли вы посоветовать саренца абрикоса из вашего питомника для выращивания в Томске? Или для нашего региона это нереально. Здесь все так же. С одной стороны деревни растет, с другой замерзается. С этой стороны горы. Солнышко нагреется, зато это раньше зацветет, зато убьет заморозком. С той стороны горы холоднее. Вот. Я помню, как я лазил по Саянским горам с ржишком. Вот с этой стороны подснежники. Трава зеленеет. С той стороны горы раз, пытался пройти. Здорово. Дошел, шел, шел. Вот уже снег по поясу. Я сижу в снегу и выйти не могу. Застрял буквально. Вот по поясу. Снег и все не стоит. Вот представляете. Расстояние от того места, где подснежники, до того, где я по снегу, было метров 200-300. А теперь скажите, как я скажу. Вот вроде бы выращивание в Томске. Город себя греет. До 50 градусов теплее. Есть такое понятие. Одноэтажная Россия. Это пригороды. А если еще позволяет, так называемая, роза ветров. Вся вот эта вонь. Ну, теплая вонь. От автомобилей. Сгоревшие газы. От домов, которые плохо у нас. Изолированы. Сами знаете. Вот. Ну, в России, что нам жалеть-то. Мы же за своего кармана платим за отопление. И вот все это с одной стороны города получается минус 30-35. Я в многих городах таких местах уже знаю. Садите, ради бога. А с другой стороны 40-45. А потом саженцы абрикосов, они не замерзнут. Вот с питомника Сергея. Вы спрашиваете про конкретные же саженцы. С конкретного питомника. Они не замерзнут. А вырожай будет один раз в пять лет. Что я сделаю? Вот так вот ответил называется. Конкретное место. Я всегда могу найти место. Но для этого мне нужно в этот Томск приехать. Вот. Оказывается, там места лишнего нет. А если где места? Нет, да тут скажут. Нет, не положено. В нашей стране земли для россиян нет. Все, точка. Сейчас новый этот закон и в эту самую, как это называется, новая будет редакция, там много этого. Ну так, знаете для чего? Чтобы мы всегда хреново жили, но придумали это типа с нашего одобрения, как они, поправки в его конституцию. Представляете, в конституции пункт должен быть. То есть не первый, то второй. Каждый россиянин имеет право, и государство должно ему дать гектар. Если дать, то это еще мало. Но это самое. Гектар земли, где государство считает нужным. Или 10 соток, где он себе нашел эту землю. Где ничего не растет. Вот. Ведь уже это бы, и у нас в стране появились бы сады. А потом еще и огороды, а потом своя морковка свекла, то, что уже давно забыто. Знаете, дайте человеку землю. Вы думаете, он вначале с матом, а потом как привыкнет. А детей, ой, чтобы они были здоровыми, оторвать их. Опять, 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 опять. Пустые площадки я уже специально хожу. Несколько детских площадок прохожу. Ни одного ребенка день за днем, день за днем, день за днем. Где все дети? А вы знаете, где они. Они сейчас идут унистражение генофонда. Вот. И вот и получается, Томске, если есть место, где можно вырастить, вам покажут кукиш. Вот. К сожалению, это факт. Или, как вот Сергей пытался купить, 50 тысяч сотка, 100 тысяч сотка. Вот так. Это без домика, без ничего. Даже без забора. Ну, что, опять разговаривался. Горько только, что дальше нас это все равно не пойдет. И никогда не появится. То, от чего зависит благосостояние страны. Человек, который сел на землю, с любовью обработал, вот, он возьмет виллы, он возьмет охотничье ружье, он не отдаст этому землю, ни американцам, никому. Вот. Сейчас, знаете, разовая на Украине, сейчас закон примут, или уже приняли, вот, чтобы землю продавать, в том числе иностранцам. И вот однажды украинцы окажутся, что у них не только земли нет, у них Украины нет, негде похоронить родственников. Вот. Ничего у них нет. Ничего. А это разовая, кто-то же землю покупает, наполняет бюджет. И вот надо наполнить сегодня, а завтра все будет украдено. И все. И ни Украины земли нет, не будет. И так хреново. А главное, чекая земля, он никогда ее не отдаст. Вот тут он пасть порвет. Тут уже не надо бояться, что однажды проснулся, а там оккупанты, там, поляки на Украине, или там, допустим, японцы или китайцы на Дальнем Востоке, или даже в Сибири. Вот. Тут же вылетят отсюда. Если у нас будет своя земля. Собственность собственного. Такая бумажка красивая. Она не написана. Свидетельство на владение землей. Вот этого. Столько от этого зависит. Нет этого. Два-три поколения нет у нас земли. И не будет даже того, что сейчас есть. Она зарастает лесом. И никогда ее не вернешь в обратный оборот. Никогда. Теперь пойдем дальше. Троценко. Почему многие садоводы советуют, чтобы земля у корней абрикосов промерзала зимой? Откапывать специально снег. Ведь по идее наоборот. Согласитесь, что это похоже на то, что написали журналисты про... Он, видимо, им рассказывал. Это Алексея Макарова. Видимо, примерно то же самое. Тут палка о двух концах. О трех концах. О четырех концах. Может быть, три-четыре конца у палки. Я не знаю. Но случается так. Осень есть и весна есть. Это разные вещи. Осенью выпал первый снег. Так. И, как мне рассказывали, Новосибирская область. После Нового года. Мороз сорок. А зачем-то человеку надо было метровый снег раскопать. Он раскопал. На улице сорок. А там лужа стоит. Поняли? Вот. Примерно то же самое творится еще в ямке до сих пор саде. Ведь сколько бы я ни выл, ни вопил на всю страну, но страна об этом не знает. И с тысячи садоводов, дай бог, если трое знают, что надо уже садить хотя бы не в ямку, а самим в ямку. И там будет всегда гнить, гнить, гнить. И чем кончится? То есть, как не было садов, так и не будет. Вот. Ну, ладно. От ямки мы, допустим, не стали делать. А дальше или ровная земля, или с холмиком. Отскребли еще снег. У тебя уже все равно метр будет. Во многих регионах. Отскребли. Земля промерзла. А дальше пускай... Пускай еще насыпется. Но земля уже промерзла. Все нормально. Вот. Теперь весна. Промерзла для чего? Чтобы не было гниения корневой шейки. Видите, тут не уточняется. Так вот. Весна или осень. Теперь приближается весна. Опять, многие правильно делают. Дерут лопату, откапывают снег. Чтобы уже для другой цели. Как вот, допустим, Алексей. Вот. Надо, чтобы... Вот, когда мы, допустим, отгребли, уже снег, уже весной, да? Опять же, снег уже... Он же мокрый. Он опять может гноить те же абрикосы. Уже гноить не будет. Или меньше будет. Вот. На какое-то время отгребли. Уже снег теперь не опасен. Тут боялись луж, где-то там ямок. Снег уже не опасен нам. А дерево быстрее станет... Проснется. А раз оно быстрее проснется, тогда оно еще и быстрее зацветет. Но... В одном случае можно сделать так, чтобы оно, наоборот, попозже зацвело. Но тогда ему ее надо чем-то укрывать. В общем, я ничего не делаю. Поэтому кто-то считает, что он делает правильно, когда приближает сплоотношение, сезон удлиняется, и все-таки у нас же большинство сортов это иммигранты. А сезон удлиняется, раз раньше зацветет, раньше проснется. Но надо, чтобы позже проснулось. Тогда сезон короче, может не вызреть осенью, но зато зацветет позже, и позже и меньше шансов попадет под заморозок. Или наоборот. заморозки прошли, пока дерево спало. Оно попозже проснулось. А заморозок, он хоть в апреле, хоть в мае. И в июне бывает. Я был в шоке, когда москвичи рассказывали, что у них до 10 июня бывает. И я видел такое место, да, там оно не совсем удачно. Склон северный. И в самом низу все в омху, все деревья в омху. В июне до минус 10. Оно бодро садит. Хотя я бы на месте только бы цветы садил. Вот. Получается и так плохо, и так плохо. И еще какой-то может быть компромисс. Ничего не делать, как я не делаю. Но садить так, чтобы были ну, допустим, те же абрикосы. Одни рано зацвели, попали под заморозок, другие нет. Другие поздно зацвели, попали под заморозок, а то те не попали под заморозок. Два. И, наконец, то, что делает Алексей Макаров, Алексей Иванович, еще многие, но это направление надо развивать и делать его сознательным и долгоиграющим. То есть, прививки абрикосов на такие подвои, которые отложат по отношению по отношению само собой цветения на 2-3 недели. Например, абрикос самый ранний овощ. Все остальное позже. Другое дело, что совместимость не самая лучшая. Сами знаете, абрикос это гигант по натуре. Но чтобы они привили, у него, он может быть, кронос меньше станет, но никто не отнимал о биологическом несовместимости. А это значит, что надо выращивать несколько поколений особым людям, таким, как Алексей, который уже начал. Теперь он возьмет еще веточку с абрикоса привитого на терносливу. Читали же мы с вами. И снова приведет на терносливу. Уже лучше. На следующий год-два опять веточки берет уже со второго поколения. Ну, то, что Железов назвал название ментора. Ну, что, пойдем дальше. Спасибо.